История с утилизацией имущества Института культуры на прошлой неделе, свидетелями которой стала и наша телекомпания, дошла до главы региона Николая Любимова. В своих социальных сетях губернатор заявил, что правительство области обратилось в АМГИК уже во второй раз с просьбой передать инструменты музыкальному колледжу и школам искусств региона. К настоящему моменту ответа на обращение пока нет, сообщили нам в пресс-службе Любимова. Тем временем бывшие преподаватели бывшего филиала АМГИК опровергают информацию о том, что выброшенные инструменты могли быть непригодными к использованию. Любой музыкант вам скажет, что инструмент со временем только приобретает, при хорошем настройщике. У меня один инструмент, ему 70 лет, он в прекрасном состоянии. И я предполагаю, что стоимость, да, она около того и полмиллиона являлась. В сети была информация и о том, что учебники, которые в мусорных контейнерах вывозили с территории, устарели и не нужны, по заявлению главного вуза. Но и эта информация противоречит тому, что говорят люди, работавшие в филиале. Книга, в принципе, не стареет. Год издательства не важен. Сейчас многие учебники невозможно переиздавать, в силу дороговизны даже. Учебники были рабочими. Бывшие преподаватели рассказывают, сколько всего инструментов было в институте. 18 домер, более десятка балалаек, около 20 баянов, 18 фортепиано и два рояля. Большой концертный стоял в актовом зале и малый на кафедре режиссуры. Возможно, именно его обломки удалось заснять в нашей съемочной группе. И даже если с правовой точки зрения действия не имеют никаких нарушений, то с моральной происходящие не норма, в один голос заявляют бывшие сотрудники. Мы просто увидели торжество без культуре, причем организованное со стороны самого культурного вуза страны. То есть это настолько разрыв полных шабломов, что это просто невозможно себе представить. В ходе обсуждения закрытия филиалом ГИК в Рязани не раз подмечалось, что ликвидация вуза в год театра весьма символична. Каждый день, проезжая мимо института, волей-неволей начинаешь философствовать, размышлять. И по поводу символизма, что на площади Победы есть вечный огонь, а на площади театральной теперь будет вечный огонь. Вот это здание, как память об ушедшей культуре, будем так говорить. Вуз и специальности, которые в нем готовили, были невероятно востребованными. У нас был единственный на восточную части Центрального федерального округа институт, который занимался творческими специальностями. Потому что к нам приезжала Тула, Липецк, Ульяновск, Мордва, Ярославль. Потому что специфика вуза такова, что он был и создан специально в 80-м году для вот этого региона. Сейчас идет работа по открытию обучения на специальности закрытого филиала в РГУ имени Есенина. Педагоги, бывшие педагоги бывшего Рязанского института культуры делают все возможное совместно с нашими педагогами РГУ. Пишем программы, пытаемся получать лицензию. Но для того, чтобы действительно открыться, нужны площади, нужно помещение, нужны учебники. Не просто электронные носители или интернет-ресурсы. Нужны печатные учебники, которые мы можем дать студентам изучать те или иные дисциплины. Вот это все Москва у нас отбирает. По сообщению ректора РГУ Андрея Минаева, возможно открыть шесть специальностей и тем самым сделать университет более многопрофильным. Марина Ковисарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».